Как правильно смешивать? У нас действующие вещества работают на грибы, бактерии другой класс царства, поэтому никакого влияния нет. Но может влиять компоненты формуляции, которые находятся в канистре. У всех производителей они разные и мало кто задумывается для подбора. Максим Голд, Крузер Макс, нам задумались, выбрали те компоненты формуляции, которые максимально будут безопасны к бактериям, провели тесты, и поэтому можем наносить и Максим Голд, и Крузер Макс в одной баковой смеси, то есть в одной бочке на АПС. В АПС можно это делать, но с определенными, кажется, правилами. Как здесь написано? Мы можем заливать в общий бак протравочной машины, производить размешивание и наносить. Главное быстро это нанести, скажем так, за 3-4 часа, чтобы израсходовать этот бак протравочной машины. Здесь представлены расчеты, например, как одну коробку на 10 тонн, какие пропорции воды нужно соблюсти и так далее. Что очень важно, если мы используем инокулянт в одной баковой смеси, никаких 10 литров на тоннах, мы не должны даже думать. 7 литров на тонну, это вот на АПС, если мы говорим, да, если вам повезло и у вас есть какие-то другие типы машин, да, порционный тип машин или там, может быть, триерный, да, там еще можно снижать рабочий раствор, чтобы не, скажем так, не производить вот такого вот, да, как здесь показано, эффекта. Вы видите, 10 литров на тонну и 7 литров на тонну. То есть происходит некое смывание, соя у нас круглая гидрофобная, да, культура, которая, честно, для обработки семян с технической стороны, боль сердца всех, да, и формуляционщиков, и инженеров. Это все стекает, да, в определенную точку стекает и инокулянт, бактерии, то есть концентрируется, все стекает, и это... А потом усыпается, как высыхает. Да, как высыхает, приводит к таким вот комням, да, с липанием, которые потом очень часто ломом не разобьешь. Но это, как правильно сказал Дмитрий, стекает все действующее вещество, куда-то там падает на дно шнека, стекает инокулянты, и вроде как обработка прошла, продукты были хорошие, а их просто не нанесли, не закрепили на семенах, это все осталось в ангаре, а семена полу, говорится, обработаны, уехали в поле. Поэтому следите за такими вроде элементарными правилами, но рабочий раствор на сои не надо на ПСе, да, превышать 7 литров. Вот, ну, затронем, да, вот классные жемчужины слева, да, и обработка в крапушку справа, кому что нравится. Есть у нас, да, мы работаем, Дмитрий сказал, не только за продажей, да, там, продуктов, но и обеспечением полного какого-то сопровождения, полного там сервиса, назовем так.